МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы знаем, что здесь весело, здорово провести время с детьми, не просто дома где-то сидя, а в таких соревнованиях интересных, проведаться с друзьями. Поучаствовать в соревнованиях, можно же выиграть, почему бы и нет. Опять же, для детей показать, как можно интересно проводить время, не просто сидя дома перед телеком. А что-то новое, клевое. А семья Куликовых с удовольствием приходит на соревнования каждый год. И для них это стало доброй традицией. Главное для Куликовых – вместе провести время и от души повеселиться. Хотя на стартах и бывает волнительно. Жена, говорит, нервничает, а ребенок, на самом деле, успокоен. Какой-то мандраж маленький такой имеется, а так, в принципе, как всегда. Конечно, самое главное – это участие, но хотелось бы, конечно, и победить. Семейные старты среди сотрудников РФЦ МНЕВ – один из любимых традиционных праздников предприятия. В этом году количество участников выросло. Соревновались 32 семейных команды. Мамы, папа и их ребятишки разделились на две возрастные группы и пробежали несколько веселых эстафет с препятствиями. Побеждала та команда, которая приходила к финишу первой. Спорт в нашем городе пользуется популярностью. И на самом деле, в последнее время все больше спортивных семей появляется. Именно те, которые вместе занимаются спортом. Это прекрасно, потому что это хорошая возможность объединения, это хорошая возможность совместного времяпрепровождения. И, конечно же, не только спортивные мероприятия проводятся в профсоюзной организации, но и на них также мы уделяем большое внимание. Именно потому, что спорт – это жизнь, спорт – это здоровье. По итогу веселых эстафет жюри посчитали очки и наградили призеров. Остальные участники тоже не ушли с пустыми руками. Каждый получил памятный подарок. С домашней победой над принципиальным противником, стартом из Таншаева, начался новый хоккейный сезон для саровской команды. В игре помогал серьезный настрой и поддержка саровских болельщиков. Четыре безответные шайбы – ворота противника в первом периоде. Так началась первая игра сезона чемпионата Нижегородской области для саровских хоккеистов. На льду ХК «Саров» встретился со своим принципиальным соперником – стартом из Таншаева. Наша команда сразу настроилась решительно и хорошо повела первый период. Для Таншаева хоккейный сезон чемпионата начался неудачно. Сейчас игроки вынуждены выходить на лед в ослабленном составе. Прошлогодний лидер Слава Плотичкин получил травму еще в том сезоне. Вот сейчас он восстанавливается после операции. В целом то же самое Антон Простотин получил в игре с Вачей травму плеча, если не ошибаюсь, тоже. И просто ребята уже не хотят на области играть, травмироваться. Вячеслав Плотичкин может вернуться еще к нам. Но пока точно все сказали, что на старт сезона никто не придет. Начать сезон сухой победы нашим хоккеистам не удалось. Во втором периоде старт собрался с силами и показал свой характер. В ворота Саровчан прилетело три гола. В третьем периоде соперники обменялись по одной шайбе. По итогу хоккейный клуб Саров завершил игру со счетом 7-4. Игра была не совсем тяжелой. Играли, да, с принципиально соперниками, с финалистами прошлого года. Вышли, заранее поговорили, дали бой и выиграли. Ажиотаж очень сумасшественный. Все болельщики молодцы, много приходят. Спасибо, что болеют. Нам очень приятно играть при таких трибунах. На протяжении трех лет Саров проигрывал Таншаеву в полуфинале чемпионата высшей лиги. В прошлом сезоне давние соперники встретились в финале. И ХК Саров завоевал первый в своей истории титул чемпионов. Как сказал тренер Сергей Макеичев, сейчас главная задача на сезон для наших хоккеистов – защитить титул. Ведь планку ХК Саров поднял очень высоко. Первая игра – это самые тяжелые, первые и последние, как бы говорят, самые тяжелые игры. Установка была такая, начать хорошо, что и получилось. Но потом опять у нас на один и те же грабли наступаем. Думаем, что сейчас 5-0 провели и спокойненько. Люди играют, все команды играют до конца. Поэтому немножко тут интрига создалась, но в итоге все спокойно, нормально, доиграли. Открытие нового сезона чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги стало настоящим праздником для болельщиков. На входе в Ледовый дворец зрители встречали ростовые куклы, аквагрим, военный оркестр и другие активности. После развлекательной программы плавно перетекла в торжественную церемонию на Ледовой арене. Следующая игра сезона состоится на выезде в Лыскове. А в субботу 19 ноября Саров встретится на домашнем льду с командой из Княгинина. Начало в 13 часов. Для воспитанников отделения легкой атлетики «Икара» мастер-класс провела трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Татьяна Фирова. Королевой спорта легкой атлетикой Татьяна Фирова занималась с детства. В 2001 году она стала чемпионкой Европы среди юниоров. В 2003 году чемпионкой Европы среди молодежи и двукратной победительницей универсиады 2003. В 2004 году в Афинах выпускница «Икара» впервые приняла участие в Олимпийских играх и завоевала серебряную медаль в эстафете 400 метров. Я могу сказать, что, конечно, самые чистые и светлые эмоции – это перед попаданием на первую Олимпиаду. А уже последующая Олимпиада – это как залог был успеха в работе тренерского состава и соперничества, завоеванного места, такого уже достойного и законного, можно сказать, сборной. Формула успеха для Татьяны универсальна и применима не только к спорту, но и к жизни – 90% работы и 10% таланта. Трудолюбие – неотъемлемая часть побед любого чемпиона, считает спортсменка. Эту черту в девушке отмечает и ее первый тренер Марина Мачкаева. Самая ее главная черта и отличие от всех остальных – это ее трудолюбие. Вот она шла мелкими шажочками с 10-го места на 5-е место, с 5-го потом на 3-е место. В старших классах она уже как-то стала себя проявлять, и то никогда она не была чемпионкой области. И вот уже потом какой-то у нее, видно, произошел прорыв, скачок, как она сразу выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас Татьяна закончила спортивную карьеру. Начнет ли реализовывать себя на тренерском поприще – девушка пока не решила. Но поделиться опытом с подрастающим поколением родного города была не против. Мастер-класс начали с беседы. Юные легкоатлеты задавали чемпионке самые разные вопросы. Почему она выбрала именно эту дисциплину? Легко ли попасть на Олимпийские игры? И сколько на это может уйти времени? Встреча со звездами такого уровня всегда полезна. Может быть, нынешняя молодежь, ребята посмотрят на нее, что это живой пример. Наша саровская девочка, вот она приехала к нам, здесь жила, здесь по этому манежу тренировалась. Не вот где-то откуда-то, где-то там далеко, а вот она здесь. После небольшой тренировки юные спортсмены смогли взять автограф у Татьяны Эфировой на память о встрече. В Сарове завершилось первенство школ города по мини-футболу. На соревнования заявилась 21 команда из 12 образовательных учреждений по 4 возрастным категориям. Финальный день первенства школ города по мини-футболу открыли команды 17-й школы и 3-го лицея. Игра для ребят была особенно волнительной, поскольку сражались за золото соревнований. С первых минут тайма инициативу переняла 17-я школа, открыв счет матча. В такой волнительный день юных спортсменов пришли поддержать родители. С замиранием сердца они следили за ходом игры. Мы надеемся выкуп победу, что они, конечно, должны быть первыми победителями. Да, конечно, мальчишки настроены на выигрыш, на победу. Родители, преподаватели, тренера тоже. Вот, то есть, настрой хороший. Поддержка болельщиков придала сил юным игрокам. Первый тайм закончился с разгромным счетом 4-0 в пользу 17-й школы. Боевой дух команды 3-го лицея пошатнулся, однако сдаваться они были не намерены. Уступив еще два гола в следующем тайме, футболистам все же удалось до финального свистка отправить два мяча в ворота противника. Финальный счет игры 6-2. Команда 17-й школы была решительно настроена на победу. На тренировках они выкладывались на все 100%. Отрабатывали приемы и удары, оттачивали мастерство игры на поле. Перед игрой волновались очень сильно. Все настраивались. Ну и сыграли как могли и выиграли. Тренировки проходят в школе сразу после уроков. Там разминка, упражнения на контроль мяча и на технику. На первенство школ города по мини-футболу заявилась 21 команда от 12 учреждений по 4 возрастным категориям. Начиная с пятиклашек и заканчивая взрослыми ребятами. Играли футболисты по олимпийской системе на вылет. Сильнейшие команды дошли до финала. Сегодня у нас проходят финальные игры всех возрастов. У нас участвуют 4 возрастные группы. Начиная с малышей это 11-12 год рождения, 10-9 год рождения, 8-7 и самый старший это 5-6 год рождения. Это 10-11 класса выпускники. Между собой они сегодня разыгрывают первое-второе место. И первое место, которое побеждает в каждой возрастной группе, отправляются у нас в мазональные соревнования в Арзамасе. Соревнования в Арзамасе пройдут с 10 по 25 ноября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА